Здравствуйте! Меня зовут Кучеренко Ольга, я врач-кардиолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. И сегодня я хотела с вами поговорить, какое же мышление ведет к тревожным расстройствам, к неврозам или вегетососудистой дистонии. Знакомо ли вам такое мышление в стиле «А вдруг? А что если? А вдруг случится паническая атака? А если я пойду в магазин, у меня застучит сердце и я умру? А вдруг вернутся навязчивые мысли? А вдруг я выступлю на мероприятии и не понравлюсь другим, буду оценен плохо?» Наверняка вам знакомо такого рода мышление. Это мышление не помогает нам справляться с тревогой, а наоборот ее разгоняет, потому что мы теряем в моменте здесь и сейчас, еще ничего не происходит, а мы все время находимся в пугающем будущем. И каждый раз здесь и сейчас мы находим, чем бы себя испугать и встревожить в несуществующем, еще не наступившем будущем. Что же делать с этим? Попробуем таким трехшаговой такой моделью. Первый элемент – это опора на реальный опыт и на факты. А вдруг ко мне придут навязчивые мысли? Они уже к тебе пришли? Они по факту у тебя есть? А вдруг я завтра на мероприятии облажаюсь, выступлю ужасно, и люди обо мне что-то подумают? Ты уже на мероприятии, ты уже выступаешь, ты уже знаешь, как люди о тебе подумали, как в тебя полетели гнилые помидоры? Нет. В моменте, вот возвращаемся в момент первым шагом, что опора на реальный опыт, на факты, что по факту ничего не происходит. Это очень полезная привычка – возвращать себя в здесь и сейчас, потому что грезы о будущем, они пугают, а в здесь и сейчас, как правило, не так страшно, но мы не умеем этого делать, потому что мы все время в пугающем будущем. Второй шаг – позитивный опыт в прошлом. Вспомни, был ли у тебя такой опыт, что ты себе рассказывал, что я облажаюсь на мероприятии, но не облажался, я рассказывал, что у меня случится ПА, я умру, я не умер, что я пойду в магазин, у меня случится сердечный приступ, я пошел, и он не случился. Да миллион раз. Исследования показывают, что 85% наших страхов не сбываются, а 15%, которые сбываются, сбываются не в таком ужасе и кошмаре, который мы себе рисуем. Тогда зачем себя так пугать, зачем так издеваться над своей нервной системой? Поэтому первым этапом мы возвращаемся в здесь и сейчас, опора на реальный опыт, на факты. Вторым этапом мы пытаемся вспомнить позитивный опыт в прошлом, то есть натренировываем новую привычку не негативного предсказания будущего, а реалистичного и позитивного, чтобы, в общем-то, ничего такого страшного, что я себе предсказывала в прошлом, не случилось, не произошло. И третий момент – это допущение негатива, работа с принятием, что даже если ко мне придут навязчивые мысли, что я с ними сделаю? Вот когда у нас есть понимание, что я знаю, что с этим делать, ты сможешь с этим справиться? Ну да, я знаю, надо их крутить до конца, надо их усиливать, принимать, можно сделать медитацию, то есть нужна какая-то домашняя заготовка, какая-то копинг-карта, которой я воспользуюсь в моменте, когда что-то произойдет не так. Если я выступлю на мероприятии неудачно и меня покритикуют, я допускаю этот негатив, возможно, то есть я не знаю, по факту это еще не происходит, но я смогу с этим справиться? Ну, конечно. Сколько раз меня в жизни критиковали? Да, много раз. Сколько раз я не выжила? Ну, в принципе, каждый раз, раз я сижу перед вами, в общем-то, каждый раз я справлялась. Я смогу это пережить? Я могу с этим справиться? Ну, как оказывается, да. Будет ли это полезно? То есть могу ли я из этого извлечь какой-то опыт, вынести какой-то урок? Конечно. Может быть, я не знала ответ на какой-то вопрос, это даст возможность мне почитать его, изучить дополнительно. Любой опыт, он полезен. Но пугая себя в будущем, мы часто уходим в реакцию избегания, выбирая худший сценарий, который часто не наступает. Мы часто уходим в избегание, не идем в выступления, не выходим в магазин, не даем возможности, шансу случиться. То есть мы ограничиваем свою жизнь из-за своих убеждений, из-за своих страхов. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь в реальность, попробуйте эту трехшаговую модель и посмотрите, как изменится ваша жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова